Несмотря на то, что, как вы видите, январь оказался достаточно заполнен различными налоговыми новостями, все-таки январь – это прежде всего подведение итогов 2013 года. Действительно, в 2013 году произошло очень много интересных событий. Во-первых, в 2013 году наметили серьезные тенденции, которые будут проявляться в течение нескольких лет. Это и деофшеризация экономики, это и усиление налогового контроля, даже не усиление, а ужесточение налогового контроля. Другой интересной не то, что тенденции, а в 2013 году началась подача уведомлений о контролируемых сделках. Соответственно, в 2014 году уже, возможно, начнутся проверки по данным уведомлениям. Все это действительно важно и интересно. Но, на мой взгляд, все-таки центральным событием в 2013 году стало принятие Высшим арбитражным судом постановления 57, которое разъясняет практику применения части 1-й налогового кодекса. В данном случае данный документ будет определять практику, на мой взгляд, на многие годы. Потому что, например, данное постановление пришло ведь на смену предыдущему постановлению номер 5, которое было принято еще в 2001 году. То есть, постановление номер 5 действовало более 12 лет. Соответственно, я полагаю, та же судьба будет и у данного судебного акта. Оно будет действовать достаточно долго. В целом, давая характеристику данному постановлению, его положение можно, скажем так, разделить на три части. В одних случаях ВАС РФ просто констатировал практику, которая уже существовала, и она была достаточно сформирована, и особых, скажем так, ошибок судебные органы по определенным вопросам не допускали. Но просто решили зафиксировать это в постановлении номер 57. Второй вид, скажем, выводов, которые содержатся в постановлении номер 57, можно отнести как такие выводы, которые, в общем, они неоднозначны. Поскольку при разрешении того или иного вопроса было несколько вариантов выводов. И, в общем, у специалистов Высшего арбитражного суда был выбор, сделать так или сделать по-другому. Ну, чтобы не быть голословным, приведу в пример пункт 20-й постановления номер 57, который, в общем, устанавливает условия, на основе которых можно судить, возникает ли у налогоплательщика задолженность, и, соответственно, можно ли его привлекать к налоговой ответственности по статье 122 или нет. В ходе обсуждения было, по-моему, даже три варианта формулирования данного пункта. Ну, вот выбрали тот, который, в общем, сейчас существует в пункте 20-й. И, наконец, третий, на мой взгляд, самый интересный вид выводов, содержащихся в постановлении номер 57, это те, в которых Вас, по сути, выступает неким нормотворческим органом. То есть, фактически создает новое правовое регулирование. Итак, теперь непосредственно обратимся, на мой взгляд, к наиболее интересным выводам, которые содержатся в постановлении номер 57. Ну, во-первых, пункт второй. В пункте втором указывается, что, в принципе, с налогового агента налог можно взыскивать только в том случае, если он удержал этот налог. Но есть особенность в отношении тех налоговых агентов, которые производили операции с иностранными лицами. В случае, если они даже не удержали налог, то и в этом случае с них может быть взыскан налог, а также пение и соответствующие штрафы. Но что здесь можно сказать? Безусловно, это нарушает сущность института налогового агента, данное положение. Потому что налоговый агент не должен использовать свои средства для уплаты налога за третье лицо. Это, в общем, всем известно. Но, с другой стороны, возможно, и можно поддержать это положение. Что, действительно, ведь у налоговых органов нет каких-то рычагов влияния, и не то что даже влияния, а воздействия на иностранных лиц для того, чтобы взыскать соответствующую сумму налога. Поэтому налоговладельщик, конечно, следует более серьезно относиться к вопросу об удержании сумм налога с иностранных лиц. Хотя, опять же, повторюсь, пункт второй, во-первых, нарушает сущность института налогового агента, а во-вторых, по сути дела, создает новую правовую норму. Следующий пункт восемь, что при определении налогорасчетным методом учитывается не только доходы, но и расходы. Но это известный вывод, он сформировался в судебной практике и, в общем, не подвергается сомнению. Но здесь более интересна вторая часть, что данный вывод не распространяется на налоговые вычеты. Другими словами, при определении расчетным методом сумм НДС вычеты учесть будет ни при каких обстоятельствах нельзя. Ну, конечно, налоговые вычеты – это элемент, на самом деле, расчета НДС. Их неучет означает только одно, что ни о какой, даже приблизительной объективности определения сумм НДС речи не идет. Поэтому это, безусловно, негативный вывод в отношении налоговодельщиков, в принципе, даже, можно сказать, нарушающий в какой-то мере экономический смысл НДС. Пункт 17, что необходимо различать налоговую декларацию, подаваемую по итогам отчетного периода, и по итогам налогового периода. И то, что лицо не должно привлекаться к ответственности за непредоставление расчета, то есть отчетных документов, которые подаются по итогам отчетного периода. Это вывод очень важен, потому что действительно в практике судов не было единообразия по данному вопросу. То есть в одних случаях привлекали за неподачу отчетности в отчетный период, в других случаях привлекали. Но вас, в общем, поставил точку в этих спорах. Пункт 26, он указывает о том, что при приостановлении проверки нельзя требовать от налоговодельщика пояснений, допрашивать сотрудников, требовать документы. Однако документы, запрошенные до приостановления проверки, должны быть представлены. В целом о том, что при приостановлении проверки какие-то проверочные мероприятия проводиться не должны, практика сформировалась. Но здесь уточняется, что, в общем, все-таки проверочные мероприятия в виде предоставления документов, если запрос был сделан до приостановления проверки, документы все-таки должны представить, даже в том случае, если их представление выпадает на период приостановления проверки. Пункт 39. Дополнительные мероприятия – это сбор дополнительных доказательств, проверки, а не какой-то самостоятельный вид проверки. В общем, этот вывод, опять же, он четко был отражен в судебной практике. С другой стороны, этот вывод, прежде всего, он направлен, то есть он адресован налоговым органам. Потому что налоговые органы продолжали и продолжают, в общем, и сейчас рассматривать, не рассматривать, а превращают док-мероприятие в некий самостоятельный вид налогового контроля, по итогам которого они выявляют новые нарушения. И высший арбитражный суд говорит, что, господа налоговые инспекторы, так делать нельзя. Доп-мероприятие – это только сбор дополнительных доказательств в отношении тех нарушений, которые вы уже обнаружили. Пункт 42. Выносить решение должно именно то должностное лицо, которое рассматривало материалы налоговой проверки. Опять же, это положение также адресовано именно налоговым органам, потому что, в принципе, практика достаточно четко сформирована по этому вопросу. Но налоговые органы продолжают допускать ошибки, когда, скажем, выносят, точнее, рассматривают материалы налоговой проверки заместитель начальника инспекции, а точнее принимает решение и, соответственно, подписывает начальник инспекции. Такие решения должны признаваться незаконными. Ну и, наконец, пункт 81. Что вышестоящий налоговый орган не имеет права увеличивать сумму доначислений, вместе с тем он может изменить правовое обоснование, приводимое в отношении данных доначислений. Вообще, этот пункт существенным образом нарушает права налогоплательщиков, к сожалению, потому что и нарушает он именно право на защиту налогоплательщика. Потому что следующее выходит, что налогоплательщик подает апелляционную жалобу и приводит соответствующие доводы, точнее, контраргументы в отношении обоснования, которое отражено в решении. Что делает вышестоящий орган? Он, в принципе, говорит, что действительно налогоплательщик прав, налоговая инспекция неправильно обосновала доначисления. То есть, фактически доначисление незаконно. Но вышестоящий орган говорит, что мы оставим доначисление, а просто изменим правовую позицию. То есть, получается, во-первых, что налогоплательщик теряет возможность обжаловать, привести свои контраргументы в рамках досудебной процедуры разрешения спора. Его, эта возможность, вот ситуация, описанная в пункте 81, фактически лишает. Самостоятельное рассмотрение требует положение постановления номер 57 в отношении нарушения существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. Это пункт 68 и пункт 69. Их нужно смотреть в системной взаимосвязи. Пункт 68 указывает на то, что в случае, если доводы о нарушении существенных условий процедуры не были заявлены в вышестоящий уровень, то в судебном разбирательстве данные доводы рассматриваться не будут. Что здесь делает Высший арбитражный суд? Он фактически обменяет положение статьи 101. Потому что положение статьи 101 устанавливает достаточно четкий юридический факт и четкие правовые последствия, которые наступают в связи с данным юридическим фактом. То есть, если, скажем, самый распространенный случай налогоплательщика не пригласили на рассмотрение материалов налоговой проверки, то заведомо такое решение должно признаваться незаконным. Оно незаконно. И действительно, ведь если не выслушали налогоплательщика, это означает, что все обстоятельства, о которых указывает налоголог, они не полностью исследованы, то есть фактически не доказаны. Однако у Высшего арбитражного суда другая позиция, что, да, неприглашение ведет, неприглашение, например, налогоплательщика ведет к незаконности ненормативного акта, но об этом нужно заявлять. А если об этом не заявили, скажем, на досудебной стадии, значит, получается, что ненормативный акт становится законным, но об этом ничего не сказано в норме. То есть создается некое дополнительное условие, о котором законодатель в принципе ничего не говорил. Но становится понятным, откуда, зачем вообще нужен пункт 68. Потому что есть пункт 69, который говорит о том, что вышестоящий орган, установив нарушение существенных условий процедуры рассмотрения мероприятия налогового контроля, он может рассмотреть, в общем, материалы по правилам для нижестоящих органов. Но, опять же, это что-то новое, что, в общем, налоговым кодексом не предусмотрено. Статья 40 достаточно четко дает перечень тех выводов, которые может сделать вышестоящий орган, изучив апелляционную жалобу. И ни о каком новом рассмотрении по правилам нижестоящих органов там ничего не сказано. Кроме того, пункт 69, он создает достаточно много вопросов. Во-первых, вот этот акт, который будет принят вышестоящим органом, можно ли его будет в дальнейшем обжаловать другой вышестоящий орган? То есть, если это ФНС, то ФНС. Во-вторых, возникает вопрос, опять же, о сроках вступления вот этого акта в силу. Он сразу вступает в силу, либо он вступает в силу так же, как решение, которое принимается по итогам налоговой проверки. Уверен, что данные вопросы будут возникать в практике, и, возможно, практика будет даже формироваться противоречиво. Опять же, в любом случае уровень гарантии защиты налогоплательщика снижается. Почему? Потому что если до этого пункта у налогоплательщика была возможность, во-первых, при вынесении решения по итогам налоговой проверки обратиться в вышестоящий орган сначала в ФНС, а в том случае, если что-то ему не потрясло, он же мог и обратиться в ФНС. Но при таком подходе цепочка, в общем, сокращается. И если допустить, что налогоплательщик сможет жаловаться в ФНС, то есть здесь остается только два звена – это, скажем, управление и ФНС. То есть управление принимает первичное решение, а обжаловать его можно только ФНС. В общем, на мой взгляд, что пункт 68, что пункт 69, во-первых, существенным образом умаляет права налогоплательщика, а с другой стороны, он никоим образом не соответствует нормам, которые зафиксированы в налоговом кодексе, и более того, он даже не соответствует воле законодателя, которая отражена в налоговом кодексе. Поэтому, к сожалению, в постановлении номера 57 достаточно много негативных, противоречивых выводов. На этом обзор как событий 2013 года, так и налоговых новостей за январь 2014 года окончен. Думаю, встретимся и обсудим события за февраль 2014 года. Спасибо за внимание. До встречи.